Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас на обзоре серия болонских удилищ от компании Колмик, топовых удилищ. Это Fium Superior, при том серия у нас самая востребованная на российском рынке. Это серия Strong, то есть серия самых быстрых построек удилищ с тестом до 30 грамм, которая позволяет рыболовам ловить на сильном быстром течении, на среднем течении. То есть наиболее востребованные баллонки, которые максимально дадут удовольствие, комфортно любому рыболову. Начну с того, что серия Fium представляется в принципе тремя разделениями. Это серия Light, то есть в этой серии также существует несколько длин, но там все длины с тестом 12 грамм. Дальше идет серия Medium, там также все длины удилищ, и тест уже до 20 грамм. И соответственно серия Fium Superior Strong, это серия сверхбыстрых удочек, с быстрым строем, с легких, жестких очень, с малым диаметром бланка колен, соответственно. Дальше, давайте уже покажу, да, приступим к модельке конкретной. Значит, вот такая оплетка идет защитная, я ее не снимаю, потому что просто я удочку тогда не продам. Могут люди, скажем так, спросить, а зачем. А свою удочку я грязненькую не хочу вам показывать, потому что в принципе у меня они есть, я ими ловил. Не так много, где-то там примерно 3-4 выезда у меня получилось, с семеркой больше даже, чем с пятеркой-шестеркой. С пятеркой, по-моему, один или два раза я только выезжал. Значит, бланк, высокомодульный карбон, я думаю, здесь вопросов никаких нет, 46-55 тонн. То есть это самый высокий, самый дорогой уголь, карбон, кому как удобно, углеволокно, которое существует, в общем-то, для изготовления удилищ. Вот такого плана, потому что делать удочку еще из более дорогого угля, это мы уже получим действительно легчайшую снасть, но очень-очень хрупкую. Здесь уже мы как бы перебор будет, да, то есть мы будем ее просто ломать, рыболов будет ломать. Значит, вот так вот, козырно, что называется, все упаковано, затянуто в пленку. Катушка-держатель Fuji. Колечки Seguide. Также, как и на всех дорогих сериях, для того, чтобы не ломался хлыст, отдельно в пакетике идут разгрузочные кольца и тюльпан. Кольца здесь на облегченной раме, тончайшие, то есть вставка колец тоже очень тонкая. По высоте колечки посажены идеально, скажем так, средне, то есть не близко к бланку, что, в общем-то, нужно для ближней работы, скажем так, да, и недалеко. Это вот именно тот золотой, золотая та середина, которая необходима для универсала настоящего. То есть я вам скажу, скажем так, свое мнение, да, то я ловил фьюмами и предыдущими еще, у меня 180-е там есть, еще что-то, какие-то там до них еще были. То есть для меня эта серия очень качественная, действительно сверхлегкая, действительно очень рабочая и при этом не ломучая, что, то есть так сделаны бланки, что они распределяют нагрузку настолько идеально, что любой даже резкий подряд рывок рыбы, потому что, что я хочу сказать сейчас, чуть-чуть, чуть поглубже скажу, да, остановлюсь. То есть, когда рыба один раз ударила у вас, да, то есть посыл был, удилище отработало, вот удилище должно быть мгновенно выпрямиться и вновь, даже в момент этого выпрямления и после выпрямления уже готово быть, отработать вновь. А получается, когда удочка, скажем так, либо недорогой уголечек, либо она несправильно спроектирована, либо одно колено имеет одну жесткость, а в другое, другое колено иную. Получается так, что от первого рывка удилище сгибается, потом начинает его вот так вот там пару раз колбасить, да, то есть она не способна воспринять следующий рывок. И получается, когда рыба дергает еще, часто может так быть, что в противоход, то есть рыба в одну сторону к себе, а хлыст у вас, скажем так, дернулся в другую, пока он успокаивается. И получается, она не успевает отработать сама на вываживании, получается обрыв, либо там, ну, фиг знает что, в общем. Значит, колечки, повторюсь, очень в тонкой раме, в тончайшей раме, то есть практически как будто нет вставок, хотя они, конечно, там есть. Значит, со вставками и вообще с самими, с самой серией этих колец проблем не бывает. Ничего здесь никогда не пилится, хотя на баллонках там редко вообще хоть что-то когда-то пилится, это не те нагрузки. Но, тем не менее, чтобы люди знали, что кольца жестко сидят, хоть рама тончайшая, но сталь, металл очень качественный, поэтому они прям вот как пружины такие закаленные жесткие стоят, и их невозможно практически согнуть даже. То есть, да, естественно, если ударить, оно согнется, но, скажем так, это не те варианты, когда в более дешевых баллонках часто бывает так, что оно вроде лежит у вас там где-то на антресоле, или там стоит, вы на рыбалку приезжаете, у вас пол колец там надо постоянно поправлять, поровнее сделать. То есть здесь они будут как стоять в стале сейчас ровненько, как поставили на производстве, так они и будут дальше стоять. Значит, по разгрузочным кольцам, значит, тюльпан на холосте, вот здесь, и два разгрузочных кольца. Дальше, на втором колене, соответственно, одно разгрузочное кольцо. Сами коленца маркированы. То есть они индивидуальны. Если кому-то что понадобится вдруг запчасти для Fiume, как правило, с первого по третье колено возятся, то есть мы предоставим их бесплатно в период действия акции только нашим покупателям и только тем людям, кто имеет подписки на страницы в социальных сетях, на страничку нашего магазина. Обязательно это Телеграм-канал, ВКонтакте, Ютьюб и желательно Фейсбук, Инстаграм, Рутьюб. То есть и кто в период действия акции, а такие акции мы проводим регулярно, и их огромное количество уже прошло. Кто интересуется, зайдите в раздел новости на сайте, вы увидите, какому количеству удилищ мы уже раздавали бесплатное. Не только удилищ, фирм-производители бесплатно раздавали запчасти, но и, в принципе, озовов на просторах и на это хватает. Да, благодарных наших покупателей, которые получили запчасти и говорят нам спасибо. Поэтому вот, что касается баллонок, будет возиться первое, второе, третье, то есть хлыстом, да, второе, третье, возможно, четвертое, но не точно. Почему? Потому что если сломается четвертое, там, пятое колено на семерке, то нужно снимать кольца на предыдущих и, соответственно, его вставлять через торец. И это нерентабельно, потому что кольца перематывать надо и так далее. Поэтому в этом случае мы предложим вам, скорее всего, бесплатный ремонт. То есть, если даже вы ломанете так бы, ремонтик будет очень аккуратный. То есть, фактически, вот как представьте, магнитофонная лента советских времен, вот два оборота магнитофонной ленты. Вот так это будет выглядеть на бланке. То есть, тонюсенькая, там, ну, в зависимости от слома, там, сантиметра, два, три. Вот такие, как будто вот два раза ленты магнитофонной обмотали. То есть, они даже вот визуальные. Вы еле-еле заметите, что она чуть-чуть выпирает, там, да, относительно диаметра всего бланка. Здесь чуть-чуть утолщение идет. Поэтому многие даже не видят, где был ремонт. Там приходится приглядываться, идти. То есть, мастеру у нас больше 20 лет, поэтому плюс бесплатная гарантия на заводской брак от нашего магазина, на все купленные у нас удилища. И гарантия пожизненная, бессрочная на весь срок службы удилищ и на место ремонта, если в нашем сервисе вы ремонтируетесь. Вот, чуть-чуть отступил. Ну, как бы это надо, потому что, действительно, тема-то острая. Людям все-таки нужно быть уверенным в том, что запчасти у них будут. Вот, ну вот я вот объяснил ситуацию, конкретно по баллонкам, по этим. Значит, продержатель сказал, катушки сюда входят, ну, соответственно, до 4 тысяч. Я думаю, войдут и больше, ну, как бы, а оно надо ли? То есть, 3-4 тысячи сюда ставится, ну, на семерку 4 тысячи сюда я ставил 3-2,5. То есть, она, по большому счету, служит для схода лески. Особых требований к баллонским катушкам нет, серьезных. Разве что плавная регулировка фрикциона, если вы на крупную рыбу идете, для того, чтобы можно было с ней поработать. Значит, здесь красивая торцевая пробочка. Дизайн, в общем-то, да, приятный, очень искусный, так сказать. Ну, вот, чехол, жесткий чехол с защитой полностью, то есть, от ударов, от всего колечки защищает. Что важно еще, что кольца, как на некоторых баллонках, они не лежат друг на друга, на друге при склажении, да. То есть, они здесь, расстояние у них остается. Это за счет того, что вот здесь в комле есть неопреновая вставка, и каждое колено, оно имеет свое место. Как бы, как на своей ступеньке лежит. За счет этого, вот здесь вот коленцы, они друг на друге кольца не лежат, и друг друга не царапают колечки. То есть, здесь расстояние всегда остается, даже если вы их перевозите долго. Давайте тогда, наверное, померяем сейчас транспортную длину, вес. Ну, вот, с учетом чехла, я говорю, пятерка. Транспортная у нас будет 136, шестерка. 140 и семерка 141, 142. Диаметр комля. Ну, давайте меряю перед катушкой держателем, то есть, снизу. Это не совсем, наверное, правильно. Можно, наверное, сверху меряю. Ну, давайте вот снизу меряю у всех. Пятерка 21, шестерка 23 и семерка 25. Значит, по поводу еще расположения катушкой держателя относительно рукоятки. Многие, скажем так, этим вопросом интересуются, потому что руки у всех, предплечья разные. Да, и, соответственно, кто-то любит ловить вот так, упирая в живот и, соответственно, делая придержку, чтобы облегчить. Но, как бы, здесь настолько легкие палки, что здесь особо упирать, наверное, нечему. Это одно удовольствие их держать в руках. Но, тем не менее, давайте вот для тех, кого это интересует, я измерю расстояние от рукоятки до катушки держателя, потому что здесь, в общем-то, установлен он, скажем так, вот по среднестатистическому рыболову. Значит, до центра держателя от торца на пятерке, до центра катушка держателя от торца на пятерке 43 сантиметра, на шестерке 45 сантиметров и на семерке 48 сантиметров. Вот такое расстояние, для кого это нужно. Значит, теперь вес. Каталог каталогом, данные там, свои данные, мы здесь лучше перевесим. 184 весит пятерка. Давайте я без чехла, с чехлы сниму, естественно. Значит, шестерка. 260. 340 грамм. Ну, давайте теперь раскладываем, смотрим строй. Так, разложили мы наши супер-пупер удочки. Значит, пятерочка, смотрите, какая красота. Просто пика. Легчайшая, то есть ее можно двумя пальцами держать. Тонкий бланк. Это вы будете легко ее держать, вообще всю эту серию легко держать ветер. В боковой никакой нагрузки. При забросе очень маленькая нагрузка на колено бланка. Соответственно, их можно сделать тонкими, легкими. Вот что дает дорогой уголь. Ну и, соответственно, за все это надо платить. Колечки. Вот я вам специально поближе показываю. Ну вот, смотрите, построю. Смотрите, я специально руку вам свою в кадр. Вот, по жесткости. То есть, мгновенно она встает. То есть, просто она вот идеальная жесткость. Давайте нагрузим. Жалеть мы не будем. Сломаем так сломаем. Никаких проблем в этом нет. Давайте. Ну вот, смотрите, 30 грамм тест, имейте в виду. Это очень хороший тест. И при этом она очень легкая. Смотрите, какая парабола и какое распределение нагрузки. Я вот сейчас сильно вверх тащу. Да, вот вторую руку сейчас подключу. Ага. Смотрите, вот она почти уже до комли идет. Вот такая работа бланка. Да, отлично. Ну, как говорится, не к чему прикопаться, сами видите. Действительно, есть за что платить. Я к тому, что есть вещи, за которых не надо столько платить, сколько они стоят. Я об этом в своих видео рассказываю. Это вот тот случай, за который можно заплатить. Ну, вопрос именно, кто сколько может, конечно. Так, ну вот она шестерочка. Точность такой же строй. Быстрая, жесткая палка с очень приятной верхушкой. То есть, совершенно спокойно, по плавочке тяжелая она держит. На жесткой придержке нагружаем. Показываем руку свою. Ну, смотрите, чтобы максимально вы могли. Ну, то есть, запас колоссальный, на самом деле. Вот мы сейчас, я вроде бы двумя руками держу, да, но я спокойно могу еще в два раза больше усилий сделать. И чувствует, что ей ничего не будет. Я, кстати говоря, не сказал вам по поводу реальной длины. Потому что, как известно, я думаю, все рыболовы об этом знают. Что то, что указано на удочке, совсем не то, что не та длина, которая есть у нее в реальности. Такого не бывает, да. Ну, бывает только там в 5% из 100 случаев. Значит, здесь у пятерки реальная длина 485. У шестерки 575. И у семерки 680. Берем семерку. Смотрите. Тоже быстрая, жесткая. Сейчас, секундочку. Ага, вот трясу. Ну, я не скажу, что она вообще хоть как-то тяжело лежит в руках. Фьюм есть фьюм, конечно. Ну, и самое главное, мне очень нравится верх. То есть, отлично работает верх. Он будет держать просто жестко, очень быстрое течение. Тяжелые поплавки. Нагружаем. Ну, точность так же, вот двумя руками. Смотрите. Имитация там кого? Карпа, можно сказать, да? На течение езя. Карп на течение мало живет. Ну, вот еще сильнее. Вот я тащу. Еще, 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 еще. Сильнее, 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 сильнее. Ага. Все. Во, даже вверх. Ну, вот, друзья, разложили. Все все посмотрели. Изумительные палки. Изумительные баллоночки. Просто шикарнейшие, да? Тончайшие, легкие. Да, цена, конечно, особо в последнее время, действительно, многих не радует, наверное. Но неизвестно, сколько мы на свете живем и есть ли у нас другие жизни. А если есть, будут ли они рыболовные. Поэтому я думаю, что если есть возможность, конечно, можно себя порадовать, действительно, качественной снастью. Я приверженец, в общем-то, того, что лучше иметь одну снасть, но максимально качественную, действительно, вещь, которая постоянно радует. А не ту, на которой сэкономил, и ты постоянно смотришь, что-то не так, что-то бросается в глаза, либо она не отвечает твоим требованиям. Я вот много раз уже так вот попадал для себя, экономил, вроде чуть-чуть приятно, из-за экономии, что сэкономил, чуть-чуть приятно. Но потом все равно все это портит, потому что у нас не одна рыбалка с этой удочкой. Если на один раз ездить, да, и сэкономить, половил там так-сяк, отдал, все, ушел. Да, но она будет на долгие годы, поэтому здесь сколько она радости принесет, эта вещь должна быть очень качественной, ну, с моей точки зрения. Поэтому, естественно, каждый выбирает, поэтому по большому счету сейчас там 5-10 тысяч рублей на данный момент, это поход в Ашан. Вот, в общем-то, и все. Смотрите, значит, по чехлу. Очень красивый чехол, с моей точки зрения. Такой голубой цвет, внутри неопрен, он мягкий. Что на молнии, вот половина чехла, то есть вы вставляете на молнии, очень качественно, красиво прошит. То есть в нем можно дарить эту удочку, очень будет цивильный подарок, очень красиво смотрится, прямо вот на ощупь даже. Очень приятный чехольчик. В такую сетку, да, крупную, и при этом чувствуется неопрен, он так похрустывает в руках, просто очень потрясающе. Дальше, под катушку, видите, вырез. То есть можно не снимать катушку. Собрали, положили, катушка здесь у вас торчит. Ну и, соответственно, под кольца такая же мягкая вставка с неопреном, которая лишний раз защитит. Но чехла и так достаточно. Молния тоже надежная. Ну вот внутри, как вы видите, тоже такой полубархат с неопреном такой. Ну, в общем-то, какая удочка, такой чехол, такое обрамление, да. Должен сказать, не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь. Хотите вам, чтобы у вас были запасные части, чтобы у вас была гарантия на купленное у нас удилище на весь срок службы на заводской брак. Тогда подписывайтесь на странички магазинов в социальных сетях ВКонтакте, Телеграм, Ютьюб-канал, Рутьюб, Фейсбук, Инстаграм. Подписывайтесь, покупайте у нас удилище. Ждите акции, ломайте, как говорится. Если что-то сломает, хотите бесплатно, подождите акцию в период действия акции, вы можете заявить о своей поломке, даже по вашей вине, если она произошла. Хоть наступили ее, там на нее хоть что угодно, поэтому до двух запчастей в год мы вам бесплатно предоставляем. Помимо этого, бессрочная гарантия на весь срок службы удилища на заводской брак. Еще помимо этого, бессрочная гарантия на место ремонта, если кто-то в ремонт к нам сдает. То есть, вы как бы застрахованы, грубо говоря, каска у вас со всех сторон. Поэтому покупайте, подписывайтесь и всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...